Машина сложная Машина сложная Сложная в отношении чего? В отношении того, как необходимо подстроиться под время перезарядки вашего магазина. И огромную ошибку делают те ютюберы, те авторы и игроки, которые сравнивают Шкоду Т27 с Проджета 46. Это абсолютно кардинально разные машины. Они абсолютно по-разному должны отыгрываться. Совсем другая броня, совсем другая подвижность. Ну и соответственно совсем другой подход должен быть к орудию. Орудие классное, шикарное. Полторы секунды перезарядка. Между снарядами вы отбрасываете три снаряда с довольно неплохой эльфой. В то же время Шкода уступает Проджете в том, что у Проги система дозарядки. И по большому счету, если вы сделали один выстрел, в дальнейшем вы перезаряжаетесь со скоростью. Точнее не перезаряжаетесь, а дозаряжаете этот один снаряд. С такой же скоростью, как многие машины на уровне, цикличными орудиями обладая, просто перезаряжаются. Но при этом, в случае необходимости, вы можете отбрасывать три снаряда из барабана. И опять-таки уходить на дозарядку. И даже дозарядив один снаряд, еще раз выстрелить. На Шкоде необходимо, как вы видите, вот этот период каким-то образом пережить. То есть вы должны с грамотным подходом относиться к количеству снарядов в вашем магазине. Отбрасывать ваши снаряды. Один, два. Дальше откатываться на перезарядку, уходя на перезарядку полностью всего магазина, даже если его не отстреляли. Либо принимать решение оставлять себе один снаряд для того, чтобы кого-то добрать. У нашего сейчас героя результативность не очень хорошая. Я бы сказал, лучше, чем могло бы быть. Конечно, точнее не так. Но могло бы быть лучше, если бы он набросал чуть больше. Но сейчас он начинает потихоньку подтягивать свою планку. У него уже 2215 единиц нанесенного им урона. Он, правда, и отхватил довольно некисло. И, как вы видите, заблокированного урона у него не было. То есть все, что прилетало к нему в танк, однозначно заходило. Точность орудия по Шкоде, я всегда говорил, очень классная. И, как видите, сейчас барабан отрабатывает именно тем, что скорости перезарядки снарядов в барабане и точности орудия больше, чем достаточно для того, чтобы наш герой сейчас сделал два фрага. И он крайне грамотное решение принимает в отношении того, чтобы свой последний снаряд откинуть в Шкоду Т-25, зная, что она картонная, ему просто не фартануло. И именно своей попыткой пробить Шкоду он уходит на перезарядку, а не просто начинает перезаряжать барабан. Таким образом, у него, в принципе, потенциально был шанс и возможность на 200 с копейками единиц еще закинуть. И обратите внимание, что делает наш герой. Он постоянно пытается первым своим выстрелом попасть в гуслю, для того, чтобы посадить на гуслю соперника и гарантированно оставшиеся два снаряда в него закинуть. Таким образом, получается, что парень, ну или девчонка, я думаю, что все-таки парень, исходя из никнейма, он действительно пытается реализовать свой барабан именно так, как было предусмотрено, разрабатывая данную машину разработчиками. Он сейчас остается с двумя снарядами, принимает решение не уходить на перезарядку, поскольку двое соперников шотные, в любой момент он может засветиться. Хотя, лично я бы, не знаю, может это просто мое субъективное мнение, но я бы уходил на перезарядку гораздо раньше. Все-таки против него ПТшка, которая не обладает существенной подвижностью, ну и уж тем более ТТ, который уж точно подвижностью не обладает. Таким образом, у него было время на то, чтобы раньше уйти на перезарядку, соответственно, уже быть полностью перезаряженным. Но, ребят, очень просто и легко рассуждать тогда, когда ты находишься не в бою, а когда ты смотришь реплеи, а уж тем более тогда, когда ты можешь его перемотать, просмотреть эту ситуацию несколько раз. Ну и, знаете, хорошая мысль всегда приходит опосля, ну а после драки кулаками не машут. Именно в замесе, когда находишься, у тебя совсем другое восприятие всего. Ты совсем по-другому как-то мыслишь. И, как я уже говорил, неоднократно даже суперскилловые игроки, играя где-то на турнирах за бешеные реальные деньги, допускают ошибки. Что уж говорить о нас, простых ребятах, которые не имеют 70 плюс процентов побед и не живут в танках круглосуточно. Наш товарищ остается один. Он остается один против двух шотных ребят. И что действительно показательно конкретно для данной машины, что скорость перезарядки барабана такова, что он однозначно вынесет даже двоих, если они выйдут на него. Главное просто не отхватить урона. Тот же самый борщ, он не имеет суперточного орудия на вот таких расстояниях. В принципе, шансы того, что снаряд пролетит мимо, были очень большие. Тоже касается и льва, у него хорошее орудие. Но все-таки, ребят, не имба точности. А вот у нашего героя действительно хорошее, качественное, точное орудие. Парень решает объехать ПТшку со стороны где-то. Абсолютно грамотное, правильное решение. Как я уже сказал, борщ особой подвижностью не обладает. Единственное, что ему сейчас необходимо подобраться таким образом, чтобы именно в эту сторону борщ не смотрел. И ему в этом отношении, безусловно, везет. Кто-то скажет, что в данном бою наш герой добирал шотных. Но, ребят, он добрал 5. 5 фрагов из 7. Он сделал максимум для победы своей команды. Он минусовал стволы. Двух товарищей он забрал с двух снарядов, которые отбросил практически сразу. То есть ему хватило времени перезарядки и точности орудия. Он взял знак классности мастер. Накосил 3600 единиц урона. Что в его команде является абсолютно лидерским показателем. И он просто с огромным отрывом ушел вперед. Как по количеству фрагов, само собой. Потому что всего-то 7 противников, так и по количеству нанесенного урона. А теперь обратите внимание на фарм, который машина ему принесла. Да, у него есть прем-аккаунт. У него есть бустеры кредитов. Но они дали ему 34, ну окей, 35 тысяч серебром. Но все вместе затянуло на 245 косарей. И это реально просто жир. Жир, ну какой только может быть. Машина классная, машина годная. Не во всех руках. И не всегда вы сможете на ней делать вот такие вот супер нагибающие бои. Но данный бой показывает, что машина способна. Если вы сможете найти к ней подход. Если вам нравятся такие видео, обязательно пишите комментарии. Ставьте лайки. Ну а я вас жду на своем канале. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok